Грифоны 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 Мифологические крылатые существа с туловищем льва и головой орла, имеют острые когти и белоснежные золотые крылья. Грифоны – противоречивые существа, одновременно объединяющие небо, землю, добро и зло. Их роль и в различных мифах, в литературе неоднозначно. Они могут выступать и как защитники-покровители, и как злобные, ничем не сдерживаемые звери. Я пользуюсь википедией. Слово происходит от латинского «грифис». По одной из гипотез греческие названия восходят к древнееврейскому «херу» – «херувим». Согласно другому гипотезу, оно происходит от греческого «ключка носа». Некоторые исследователи высказывают про предложение, что «группас» была позаимствована из восточных языков, возможно, даже от ассирийского. То есть фантастическое крылатое существо. Эти мифические существа символизируют власть над небом и землей, силу, бдительность и гордыню. Грифон стал атрибутом богини-возмездия Немезит. Ее часто изображали в колеснице, запряженной Грифона. Историк Андреа Майор в своей книге «Первые охотники за окаменелостями» предположил, что образ Грифона навеял древнегреческим историкам рассказами скифов-золотоискателей Алтая, которые могли наблюдать в песках пустыни Гоби, каменелые кости динозавров, протоцератопсов, освобожденные из дюны ветра. И, кстати, описание Грифона вполне применимо к этим ископаемым скелетам размера животного. Наличие клюва, соседство с золотыми россыпями, роговой и затылочный воротник способен раскалываться от времени. Его остров на плечах мог создавать иллюзию у шеи и крыльев. Изображения Грифона встречали в Древней Египте, Древней Персии, но наибольшее распространение они получили в искусстве античного греческого мира. К примеру, Геродот пишет, что это чудовище с львиными телами и орлиными крыльями, и когтями, которые живут на крайнем севере Азии, в Гипербореи, и охраняет от одноглазых аримаслов до сказочных обитателей севера, охраняет месторождение золота. Исхил называет Грифонов цикливыми собаками Зевса, которые не лаят. Грифонов связывают также с некоторыми образами скифского звериного стиля. Греки полагали, что Грифоны были стражем из золотых копий скифов. Считалось, что Грифоны родом из Индии, где они хранили огромные сокровищницы золота. Грифоны обитают в Гиперборейских горах и очень враждебны по отношению к лошадям и людям. В свое гнездо они кладут камень изумруд против ядовитых зверей этих гор. Так писал средневековый энциклопедист Бартоломей Английский. Ну и конечно же, Грифон это встречающаяся негеральдическая фигура в гервах. Символизирует могущество, власть, бдительность, быстроту и силу. Популярный персонаж в произведениях и жанрах фэнтези, встречающийся в художественной литературе, кинематографе и компьютерных играх. Ну вот так вкратце немножко сегодня мы узнали о Грифонах, мифологических крылатых существах с туловищем льва и головой орла. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok